С сегодняшнего дня в Ленинском районе работает детская неотложная помощь. Две бригады врачей дислоцируются в первой детской поликлинике и выезжают к пациентам, прикрепленным к ней с 8 утра и до 6 вечера. Об этом в пятницу рассказал директор департамента здравоохранения Владимир Безруков после встречи с жителями района. По понедельникам, субботам и воскресеньям в неотложке при первой поликлинике будут дежурить две бригады. В остальные дни одна. Чтобы вызвать ребенку неотложку, надо позвонить по одному из телефонов, указанных на экране. Кстати, уже к обеду число обращений за помощью перевалило за сотню. Есть идея создать такую же службу на базе поликлиники в Добром, но пока облздрав не может найти врачей. Еще одна важная новость. Во Владимире наконец-то появился хоспис. Помогать тяжелым онкобольным будут в 6-й больнице в Юревце. Это тоже проблема была огромной для города Владимир, потому что людей выписывали из стационара. И, простите, идите куда хотите. Сейчас мы их никуда не отпускаем. Мы переводим их в отделение хоспис и там продолжаем лечение. С жителями города Владимир Безруков встречался в пятницу. Желающих поговорить о медицине едва набралось 10 человек. Самый больной вопрос – запись к врачам. Вот эта электронная запись. Она несколько не ускоряет. К узкому специалисту можно попасть только через месяц, а то и через полтора. Проблема в записи к узкому специалисту. О том, что узких специалистов не хватает. Они единичные в городе Владимире. Лор, ну вот на весь город Владимир, я знаю, что там в районе пяти человек. Значит, окулиста еще меньше. Отсутствие системы распределения в медицинских институтах, она не позволяет кадровые вопросы решить одномоментно. В этом году в Владимирскую область должны приехать 140 врачей. Им предлагают компенсацию за аренду квартиры, надбавки, а особенно ценным специалистам готовы заплатить миллион. У меня есть возможность сравнивать ситуацию с другими регионами. Я отвечаю за свои слова. И ситуация в целом по стране является очень сложной в здравоохранении. Именно поэтому государство и обратило внимание. И сейчас предпринимаются меры на уровне правительства для того, чтобы эту ситуацию исправить. В минувший четверг Светлана Орлова публично заявила, что увольняет Безрукова. А в пятницу еще раз подтвердила это после поездки в Суздаль, где не так давно закрыли родильное отделение. Впрочем, только на словах. Официальной отставки пока не последовало. Я увидел это все по телевизору, но мои собственные впечатления я бы оставил при себе. Я привык заниматься тем делом, которое мне поручено. И привык делать его хорошо. Поэтому я добровольно слагать в себя какие-то обязанности не хочу и не могу.